здравствуйте дорогие друзья я рад вас приветствовать на моем канале сегодня в данном видео я покажу вам как правильно приготовить необыкновенно вкусный хрустящий вот такой золотистый ароматный ореховый кракант для посыпки тортов пирожных капкейков мороженого и также для начинки тортов покажу как правильно его приготовить чтобы он сразу получился необыкновенно вкусный и быстрый и так здесь у меня сковорода с антипригарным покрытием диаметром 24 сантиметра на этот диаметр очень удобно брать 100 грамм сахара 50 миллилитров воды сейчас даю всей этой массе закипеть не перемешиваю здесь даю просто сахару с водой раствориться закипает она на полном огне у меня эта масса происходит это очень просто и очень быстро все и так масса начинает закипать когда пойдут уже сейчас активные вот такие пузыри я сейчас уже добавлю туда орехи на данном этапе если вы хотите ароматизировать весь этот кракант вы можете добавить половину чайной ложки корицы также можно добавить ваниль туда для аромата и у вас будет совершенно другой уже запах и вкусу десерта как только вся поверхность покрылась пузырями я добавляю туда 100 грамм молотого обжаренного фундука можно добавлять не обжаренный вообще кракант самый вкусный получается с фундуком и с миндалем можно добавлять не обжаренный но секрет именно самого вкусного краканта именно в обжаренном заранее орехи у меня уже покупной такой измельченный обжаренный фундук он продается часто в магазинах вы же можете сами его обжарить в духовке при температуре 150 градусов примерно 10 минут измельчить его ножом и обжарить до такого очень приятного орехового аромата и сразу вынимать его оттуда из духовки дать ему остыть и уже использовать для приготовления краканта и так сейчас на полном огне я даю воде полностью выпариться при непрерывном помешивании вот здесь прошла минута еще я просто это вырезала чтобы не занимать время видео смесь на глазах густеет это правильно это нормально и в один прекрасный момент мы видим уже что вода практически вся испарилась и сахар уже у нас показывается вот такими кристалликами на орехах вот на этом этапе делаю из 9 делений на плите на третье деление здесь очень важно не брать посуду больше или меньше в диаметре вот на такое количество продуктов иначе просто работать будет с ним не комфортно здесь прошла у меня еще ровно минута и вот такая масса уже вязкая и подсушенная такая получается и непрерывно все это помешиваю деревянной лопаткой здесь лучше всего использовать конечно же деревянную лопатку видите уже сахар видно на каждом орешке и вот здесь я показываю не вырезаем ничего очень важно доходим до такой светло-золотистой колеровки у всего этого ореха и сразу же снимаем его с огня не нужно здесь стараться держать эту массу до той степени пока она у вас станет темно-медового цвета ни в коем случае потому что сейчас пока вы будете перекладывать в посуду у вас этот орех начнет нагреваться все вот этого достаточно перекладываю в посуду видите пока вот эти какие-то секунды он уже стал на йоту темнеет от орех он уже готов даю сейчас ему остыть буквально 10 минут он очень быстро остывает очень быстро и вот именно обжаренный изначально орех дает необыкновенно тонкий вкус он буквально растворяется с этим сахаром когда орех не обжарено используем для приготовления краканта на вкус ощущение такое что мы едим орех отдельно сахар отдельно здесь же когда таким способом приготовлен кракант ощущение единого целого во вкусе этого десерта хранить такой кракант можно в герметичной лучше стеклянной посуде прохладном темном месте хранится он так до месяца следующем видео будем собирать торт с этим кракантом все покажу и расскажу как с ним работать я надеюсь что видео было полезным и познавательным подписывайтесь на мой канал ставьте лайки пишите комментарии я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео